Привет, мои дорогие! Итак, сегодня я хочу продолжить рассказ о своей ходовой косметике, в частности расскажу вам о масках для лица. Я уже не раз говорила, но все-таки для полнотык картины я еще расскажу, что маски для меня очень важная часть ухода, у меня их много и я регулярно их меняю, регулярно применяю. Я вижу результат и считаю, что маска это такое мощное дополнение к уходу, которое, конечно же, необходимо, но опять же результат вы увидите только в том случае, если будете делать это регулярно. Конечно же, если вы используете маски, то это вовсе не означает, что вы должны отказаться от своего ежедневного ухода, вот кремов, сывороток, там не знаю, лосьонов, тоников, конечно нет. Как я и сказала, маска несет в себе такое сильное узкое действие, то есть она способна экстра увлажнить вашу кожу, напитать ее или, скажем, тонизировать, если это тонизирующая маска или очистить, если это очищающая. Бесспорно, маска очень важная часть ухода и пренебрегать ей, наверное, все-таки не стоит. А и так сейчас для кожи вокруг глаз у меня три маски и о первой я вам не буду долго рассказывать, потому что это филорга, о которой я вам уже говорила, ее можно использовать также и на коже вокруг глаз. Замечательный эффект, кожу очень хорошо увлажняет, кожу подтягивает. Вообще прекрасная маска, которую я, наверное, раза два в неделю использую точно. Также я сейчас использую вот такие патчи с коллагеном. Это корейская марка, что-то уж в последнее время я присела на азиатскую косметику, но поверьте, оно того действительно стоит. Итак, это патчи с коллагеном, отлично увлажняют кожу, отлично ее разглаживают. После использования, конечно, любо-дорого на себя смотреть в зеркало. В принципе, ничего особенного. Вот такие патчики сохранила я вот после использования, они уже высохли. Наклеивайте не очень близко к ресничному краю, чтобы глазки не раздражали. Ну и утром там, пока я завтракаю, они у меня замечательно работают. А есть приятный бонус у этой маски. Здесь целых 30 патчей. Стоит всего 120 рублей. Я, честно говоря, вот когда заказывала, даже сразу не обратила внимания, сколько там, какое там количество. Думала, ну 120 рублей, сколько? Ну 4, ну 6, ну больше. А потом посмотрела 30. Ух ты, здорово! Это, конечно, плюс огромный. Можно целых 15 раз ее использовать. Это классно. Вот о этой ночной масочке, ночной чудо-масочке я вам уже рассказывала. Это тоже патчи. Наклеиваете вы их на ночь. И эта маска называется «Хочу уснуть и проснуться молодой красивой». Вот. Это действительно работает. Классная маска. Когда я увидела, что они уже в магазине заканчиваются, я скупила там все, что можно было. И уже просто последние запасы, к сожалению. Не знаю. Наверное, все-таки можно заказать, потом будет в интернете. Эта маска отлично разглаживает морщинки. Она отлично снимает отеки. Утром просто реально наслаждаешься своим изображением в зеркале. Изображением, отражением, ну неважно. Вот. Для меня существует только один минус у этой маски. Не совсем удобно с ней спать. У нас приходится все-таки как-то так укладываться, чтобы не лежать на этой части, где находится маска. Потому что если вы... Образуется потом залом, этот залом образуется и на вашей коже. Вот. Это нам, конечно, не надо. Ну и, конечно, подготовить морально мужа, чтобы с утра это зрелище его не напугало. Итак, идем дальше. Теперь о очищающих масках. Я, как обладательница жирной кожи, конечно же, постоянно свою кожу стараюсь очистить от черных точек, от каких-то загрязнений. И очищающие маски в этом очень хорошо помогают. У меня была маска последний раз с глиной. Ну, в принципе, многие маски такого плана, они как раз вот с таким абсорбирующим эффектом. И очень хорошо абсорбируют именно глина. Вот. Но в этот раз я себе приобрела вот такие патчики корейские. Надо сказать, на этом деле я просто собаку съела, потому что каких только у меня марок не было этих самых патчей. И могу просто со 100% уверенностью заявить, что такие продукты корейских и японских марок, они самые-самые сильные. Я очень надеюсь, что вы сейчас не кушаете, не пьете чай, потому что я хочу рассказать вам, как это все дело работает. Вы наклеиваете этот самый патч на влажную кожу и ждете, пока он высохнет. Высыхает он в течение где-то, наверное, 20 минут. Вот. И через это время он становится твердым. И вы просто вот с усилием отдираете этот самый патч. И все загрязнения ваших пор остаются на этом патче. Причем это видно очень хорошо. Вот. Зрелище, конечно, не очень приятное, но радует, что это действительно работает. Потому что кожа становится чище, она избавляется от черных точек. Ну, еще один плюсик у этих патчей в том, что реально сужают поры. То есть вы наклеиваете его прямо вот сюда немножко на крылья носа. И потом видите, что действительно поры сужены. Конечно, не сильно долго длится этот эффект, к сожалению, не месяцами. Но какое-то время очень хорошо видно, что поры сужены. Это, конечно, супер. Вот. Самое сильное для меня оказалось вот этот патч с вулканическим пеплом. Я, кстати, все ссылочки, конечно же, внизу оставлю. Просто это вещи, которые реально работают. И я пока просто могу со спокойной совестью вам их советовать. Но дальше расскажу вам о масках, которые оказывают тонизирующее, питательное и увлажняющее действие. Одна из самых любимых. Это масочка от Green Mama из серии Formula Taigi. Уссурийский хмель и китайский лимонник. С этой маской я уже, наверное, как минимум лет 6 знакома. А то, наверное, и больше. И когда у меня появляется возможность, я ее всегда покупаю. Эта маска питательная. Но я бы сказала, что, наверное, больше она дает какой-то тонизирующий именно эффект. Потому что кожа преображается. Она подтянутая. Она улучшается кровообращение. Когда вы ее снимаете, вы видите, лицо немножечко даже покраснело. Но не из-за того, что у вас какая-то аллергическая реакция. Вот именно маска, которая улучшает кровообращение. Когда кровь начинает нормально циркулировать, все-таки питаются клетки. Да, и кожа прям становится свежая и светлая. Отличная маска, которая действительно работает. Я наношу на 15-20 минут. На все лицо, избегая область вокруг глаз. На шею и декольте. Вообще все маски увлажняющие, питательные и тонизирующие. Не забывайте наносить еще и на эту область. Ну и еще одна моя фаворитка последнее время. Это вот такая ночная экстра увлажняющая маска. Это тоже корейская маска. Я последнее время очень полюбила ночные маски. Согласитесь, это очень-очень удобно. Не нужно выискивать время перед сном, после того, как очистили кожу. Кстати, не забывайте перед масками обязательно проскрабировать ее, чтобы уже как бы поры были открыты и маска действовала лучше. Эта маска на основе восточных трав. Она отлично увлажняет кожу. Она придает коже эластичность, упругость. Классная маска, с большим удовольствием пользуюсь. И запах, запах такой очень тонкий. Запах белой лилии. Отлично вообще. Действительно есть продукты, пользуются которыми действительно одно удовольствие. И еще одна очень хорошая маска. К сожалению, она у меня была только в пробнике, но я планирую ее купить. И, ну, если интересно, ссылочку все-таки оставлю внизу. Это маска ночная с коллагеном. Просто результат, конечно. Она настолько хорошо подтягивает кожу. Просто супер. Вот, обязательно себе ее куплю. Вообще, ночные маски, мне кажется, это отличный выход, особенно, когда время не хватает. Ну, и последняя моя помощница, это подтягивающая питающая маска, ветиверия и ланг-иланг. Эта маска была моим первым знакомством с косметикой Аюрведа. Индийский производитель. Растительный состав. Очень-очень приятный, конечно. Натуральные компоненты. Действия этой маски для меня очень сильно, мне сильно напомнили действия альгинатных масок. Только там вы используете порошок, который разводите. Здесь уже, в принципе, эта паста готова. Потому что эта маска больше похожа на пасту. Она достаточно плотная. Наносить вы ее должны на увлажненную кожу. И мне эта маска показалась своего рода экспресс-средством, которое очень быстро поможет восстановить вашу кожу. Допустим, после тяжелого дня вам нужно куда-то идти. И хотелось бы, чтобы кожа была подтянута, хорошо выглядела, была светлой. Вот эта маска как раз для того, чтобы буквально в считанные 15 минут вы стали моложе, красивее и свежее. Ну что ж, вот это все мои главные любимцы и помощники. Хочу сказать, что, конечно же, не стоит масочками пренебрегать. Не обязательно они должны быть все покупные. В принципе, если заглянуть в наш холодильник, то там можно найти кучу ингредиентов, из которых можно сделать себе масочку. Главное, чтобы это было в удовольствие. Главное, чтобы это было с улыбкой, с хорошим настроением. Только тогда, наверное, стоит ждать какого-то результата. Вот на этом все. Все ссылочки вы, конечно же, найдете под этим видео. До встречи на моем канале. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok